Добрый день, друзья! Сегодня мы изготовим простую, но очень полезную в наше время самоделку. Нам потребуется белый светодиод и два шприца. Из шприцов извлекаю плунжеры. Пока что они не нужны. И с помощью кусачек отрезаю лишнее. Подкладываю под низ отрезок пластика. Это может быть и обыкновенный плотный картон. И соединяю шприцы с помощью изоленты. В носики шприцов продеваю выводы светодиода. И внутри загибаю их. Сделать это легко и просто с помощью отвертки или подходящего другого инструмента. Или все тем же родным плунжером. Далее в каждое из отверстий устанавливаю две вот такие вот пластины круглой формы. Это может быть алюминий, жесть, в принципе практически любой металл. И снова с помощью плунжера прижимаю эти пластины к выводам светодиода. Далее устанавливаю батарейки. Следует помнить, что длинная ножка светодиода это плюс, короткая это минус. Устанавливаю плунжер и примерно вот в этом месте отрезаю лишнее. Со вторым проделываю аналогичную операцию. В каждой из деталей проделываю небольшие пазы. В пазы устанавливаю небольшой отрезок самого обыкновенного провода. Данный элемент устанавливаю в шприцы. Догадаться не сложно, что для того, чтобы отключить этот очень простой девайс, достаточно немного вытащить одну, любую из вот этих вот частей от поршней. Данный вариант я показал для тех, кто далек от паяльника, электроники и прочих интересных технических наук. Это устройство сможет собрать каждый, даже ребенок. Следующий вариант не менее простой, но уже с использованием паяльника. Соединяем две батарейки с помощью изоленты. Залуживаю клеммы батареек. Для того, чтобы это сделать, лучше всего использовать кристаллик лимонной кислоты. С одной стороны припаиваю два проводника, а с обратной стороны светодиод. Опять же напоминаю о полярности. Плюс у светодиода длинная нога, минус короткая. Соединяя и разъединяя данные два провода, мы тем самым включаем и выключаем светодиод. И последний вариант, самый совершенный. Потребуется вот такой отсек для батареек. Наклеиваю супер, супер скотч, хотел сказать. Наклеиваю двусторонний скотч и к нему фиксирую вот такой небольшой выключатель. Присоединяю к холдеру разъем. Один из выводов светодиода припаиваю к выключателю. А второй вывод выключателя припаиваю к оставшемуся разъему питания. Вот и все. Устройство готово. Включаем. Выключаем. В чем преимущество этих девайсов? Основное преимущество, естественно, в дешевизне изготовления и простоте. Более того, батареек при работе светодиода хватит месяца на 4, это точно. Это в случае с солевыми. С щелочными батарейками срок службы будет гораздо выше. Я сделал для себя 10 штук вот таких маячков и расположил их по углам и прочим местам разных комнат. Таким образом, при отключении света, у нас сейчас, к сожалению, это встречается довольно часто, комната более-менее освещается. Рекомендую изготовить и вам. Дело 5 минут, дешево, сердито и вполне эффективно. До новых встреч. Жму руку, но посран. Пока.